Продолжаю наш ролик в сборную солянку, потому что снимаю несколько дней. Не всегда есть, знаете, настроение что-то снимать, или это снимать начинаю, а потом бросаю. Сегодня у нас крайний день обучения. В школе был, сейчас у нас неделя, в общем, посещать школу, но учения, как вот задания, чтения, такого ничего не будет. Будут с нами вести ознакомительные беседы о культуре, о обычаях, ну, такого полностью просмотра фильма будут у нас. Вот, Анютке будет неделя каникул. Заказала я ей сегодня, вот только пришла посылка, вот такую теплую кофту. Сейчас отойду, покажу вам, на себе показываю, потому что она в последнее время очень не любит что-то показывать на себе. То есть здесь есть капюшон, для нее нормально, она уже на 2 сантиметра выше меня, поэтому я уже меряю все по себе. Так, сейчас издалека отойду. Здесь, что самое еще удобное, карманы есть, и ее можно, ну, вот так откатывать. Здесь, например, возможно, там причинное место. Можно вот так делать короче. Замок достаточно хороший, но она выглядела на тему, знаете, вот как, ну, как такая курточка. Я понимала, что это на курточку не смахивает, надо на такую тепленькую кофточку сидеть, где-то, может быть, в школе, где-то там пробежаться, одеть под куртку очень даже ничего. Потом, неделя каникул, надо чем-то ребенка занять. Заказали пазлы на тысячу штук. Один вот такой, и он достаточно сложный, там много-много мелких деталей. То есть, ну, я не надо, насколько они... 50 на 70 размер. Один пазл, и вот второй пазл. Тоже 50 на 70. Много деталей. Но этот пазл собирать будет проще. Этот пазл я не рекомендовала, она настаивала. Говорю, ладно, если ты прям уверена, давай. Но я так думаю, что она его просто отложит в сторону. Вот здесь, видите, много очень мелких деталей, и он такой темный. Скорее всего, просто лишний раз, я скажу, дятя бы говорила, что не надо его заказывать. Но сделай так, как хочешь ты, в следующий раз прислушивайся к моему мнению. То есть, заказала, скорее, вот с этой целью. Вы знаете, как уставители там, нет, я сказала, не закажу, будет, по-моему, нет. Ты хочешь, хорошо. Но посмотрим, что из этого выйдет. То есть, ребенок имеет право делать ошибки. Я вот ей, знаете, разрешаю наступать на граблю, чтобы понимать, да, где-то с мамой нужно соглашаться. Все показала. Еще заказала ей несколько футболок. Но часть посылки не пришла. То есть, посылку нам разбили на две части. Одна пришла, вторую еще ждем. Должна прийти до 4 октября. Если до 4 октября не придет, тогда там будет у них целых 50 крон компенсации. Так, это вам рассказала еще вчера в школе мне девчонка, с которой вместе ходим в школу, подарила, вот, ну, как принесла. Она работает в магазине. И там орхидеи у них отцвели. Они их потом просто утилизируют. То есть, нецветущая орхидей, как вы понимаете, никто покупать не будет. Вот видите, сколько у нее было цветоносов. В прекрасном состоянии, здоровая, красивая орхидейка. Просто нужно пересадить. Еще одна орхидейка. Это, конечно, прям совсем такая, вот она такая вся, болезненная. Но надеюсь, что я ее реанимирую. Вот, для орхидей. Причем земля по 50 крон. В некоторых магазинах она по 200 крон. Объем тот же самый. То есть, я уже сверяла, сверяла, видела, где 50, поехала, взяла. И еще взяла. Поскольку у меня проблема ожоги никак не решается. Врач обращался, мне посоветовал пить. Вот, где, где, где мой препарат. Куда же я его делала? Наверное, где-то задвинула. То есть, просто препарат для желудка в течение полугода. И, знаете, полгода пить таблетки, ну, как-то накладно. Хотя, если врач рекомендует, наверное, у них такие протоколы лечения. Писала в телеграмме медсестре, которая у нас в Украине еще была. И она говорит, ну, расскажи мне все подробнее. И вот мы с ней прямо, знаете, на телеграмме, долго и нудно. И я ей рассказала, что у меня была колоноскопия, потом гастроскопия. Она говорит, дорогая моя, да ты же, говорит, получила интоксикацию, когда рассказала, как я рвала, как плохо было. Она говорит, конечно, у тебя славился иммунитет. Потому что с кишечника вымыли абсолютно всю флору, когда перед колоноскопией, а потом все это с нас выходит. А ты, естественно, потом ты подцепила вирус, естественно, ты так долго болела. То есть, я то болела, то приходила себе. Сегодня опять вроде ничего, но с утра встаю, опять заложена воздухом. Ну, я вроде только-только вот вроде оклемалась. И она не посетила, возьми расторопшу. Она от отыжоги очень хорошо, она желудок чистит и вообще чистит организм. Купила расторопшу, и от отыжоги она хорошо. Хотя я нигде не нашла, что она от отыжоги, но нашим врачам я доверяю. Пока ничего не принимаю. Сделаю прижив на витаминах, то есть ни коллаген, ничего не принимаю. Почки у меня дали о себе знать. Думаю, не буду их вообще ничем нагружать. То есть, недельки-две пусть они отдохнут. Совсем-совсем много воды, печеные яблоки, подогретое молоко. У меня пила нефрит был, я знаю, как уже, знаете, в всем этих моментах. Вот мы урали Санчи, который меня спасает. Сходили мы на хип-хоп, первое занятие приходим. Нам говорят, знаете, врач заболел? Приходите после каникул. Так что вот на каникулах у нас хип-хопа тоже не будет. Но надеюсь, что ребенок найдет чем себя занять. Потому что самая главная боль большая у родителей, чем занять ребенка на каникулах. Если бы я, конечно, не ходила в школу, мы нашли бы там, допустим, там куда-то с ней вы поехали на том же самом кораблике куда-нибудь. Ну а так как буду ходить в школу, понятно, что никуда не поедем, и она будет сидеть дома целую неделю. Все, мои хорошие, пока-пока. До новых встреч. И с кинем ваша Наталья Черная.